Бойницы, парапеты, решетки, тяжелые каменные ядра, аккуратные колонны, узкие коридоры, высокие бастионы и рвы у подножия стен. На мгновение кажется, что это рыцари вышли из детских снов. Их призраки бродят по этим просторным залам с момента прибытия из Европы, когда внутренний голос и власть имущие побудили их отправиться освобождать и защищать места, освященные Иисусом Христом ради себя и братьев-христиан. Память о них хранят замки по всему этому региону, и среди них – крупнейшая в мире крепость крестоносцев на побережье Сирии – Маркаб. Кто построил эту цитадель? Кто и какими обычаями здесь жил? И кто и как обитал за ее стенами? Археологи из Сирии и Венгрии ищут ответы на эти вопросы. Свою лепту внесет и наш фильм. Рыцари Маркаба Крестоносцев отправил Папа Урбан II в 1095 году в ответ на зов императора Византии о помощи. Турки-сельджуки вторглись в эти византийские владения. Они угрожали восточному христианству и мешали паломничествам на святую землю. Господь велит освободить их, заявил Папа. Его призыва оказалось вполне достаточно. Первый крестовый поход носил истинно духовный характер. Его финансировали и руководили им французские знатные семьи. Позднее им на смену пришли рыцарские ордены. Четыре государства образовались на побережье. Это Иерусалимское королевство, княжество Антиохия, графство Эдесское и графство Триполи. Антиохийское княжество было вторым по значимости, и Маркаб был его южным оплотом. Много важных исторических событий произошло на побережье Ближнего Востока. История крестоносцев Маркаба началась у истоков реки Баниас. Люди селились у этого источника, и чем больше становилось жителей, тем более важное стратегическое значение принимало это место. Сам город назван в честь реки. Когда крестоносцы во главе с регентом Танкредом взяли Булуниас в 1109 году, ему дали латинизированное имя «Валение». На средневековое Валение возвышается вулкан. Первую крепость здесь построили мусульмане в 60-х годах 11 века. Ее назвали «Аль-Маркаб», что означает «Сторожевой пост». Высотный форт контролировал прибрежные пути, окрестные Нагорья и долины. Около 1140 года летописец Кафарра из Генуи написал, что крестоносцы целое десятилетие правили в Олении, в то время как в самой крепости проживали мусульмане. Крестоносцы держали также сады и римские бани. Их часто посещали и мусульмане, которые на тот момент крепко сдружились с европейцами. Но однажды мусульмане слегка перепили, потеряли бдительность, и Рено де Мазуар с солдатами сумел пробраться в крепость и захватить ее. Так крестоносцы установили свое правление в Маркабе. Мазуары были богатейшей и могущественнейшей семьей в Антиохии, и Маркаб сразу стал их важнейшей цитаделью. Данджон Мазуаров возвышался на этом скалистом плато. Данджон был сердцем крепости крестоносцев XII века, жилищем всей семьи и их последним оплотом. В его центре стояла цистерна. В середине XII века под давлением мусульман разорились даже такие богатые семьи, как Мазуары. Они были вынуждены продать Маркаб рыцарям, госпитальерам. Белый крест на черном фоне – это отличительный знак госпитальеров, сплоченного братства монахов и солдат, помогавшего обездоленным. Сначала они лечили немощных в своем госпитале в Иерусалиме, помогали паломникам и бедным. Позднее они охраняли паломничество из Европы в Святую Землю. Чтобы уменьшить давление мусульман на государство крестоносцев, орден образовал военное крыло, к концу XII века превратившееся в грозную силу. В XIII веке госпитальеры и тамплиеры стали основными защитниками христиан на Ближнем Востоке. Обширные земли, подаренные европейскими покровителями, позволяли им финансировать свою деятельность. Захватив Маркап, орден начал реализовывать план о превращении крепости в крупнейший оплот и центр госпитальеров в Святой Земле. Во-первых, требовался источник воды. В погасшем вулкане, разумеется, колодцев было не выкопать, поэтому из камней, оставшихся от всех прежних построек, была устроена система сбора дождевой воды. Данджон Мазуаров был спасен, а цистерна стала частью часовни, выросшей на его месте. Так как резервуар был уничтожен, а спрос на воду постоянно рос, в подвале восточного крыла дворца пришлось соорудить другую цистерну. Она абсолютно гигантских размеров. Ее длина более 20 метров, а ширина 8 метров. И даже в заброшенном виде, когда в ней скапливаются различные осадки, глубина составляет более 7 метров. Это обширное помещение, вытесанное из базальта. Вода для большого гарнизона, включая лошадей и скот, добывалась из водосборников, расположившихся по всей площади холма. Зимой на побережье Сирии дожди идут часто. Снег здесь редкость, поэтому потребности в двускатных крышах не было. Крыши были попросту плоскими. Вода с них стекала по керамическим трубам, которые, как вы видите, были вмонтированы в стены и попадала прямо в резервуар в подвале. Большинство этих цистерн сносно функционируют до сих пор. Это еще действует, но выходная труба перекрыта. Поскольку избыточная вода не вытекает, вода стоит в цистерне все лето. Донжон 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 был центром крепости крестоносцев. Разобрав Донжон Мазуаров, госпитальеры заменили его новой и более массивной башней. Лестницы встраивались в стены. 40 ступеней ведут в личные покои командующего на первом этаже. Стены башни в толщину достигают 6 метров. Донжон Донжон – это колоссальная башня округлой формы, но покои внутри нее квадратные, и на это есть две практические причины. Во-первых, причина стратегическая. На стыке круга и квадрата стены были толще и глушили обстрел катапульт. Во-вторых, и это более бытовая причина, квадратную комнату легче обставить. Здесь стояла кровать командующего, от остальной комнаты ее отделяли занавески. Здесь был шкаф с полкой для хранения личных вещей, если таковые имелись. Нужно отметить, что госпитальерам запрещалось копить личные вещи. они давали несколько суровых клятв. Среди них клятва безбрачия, клятва бедности и клятва безоговорочного выполнения приказов. как у темплиеров, так и у госпитальеров действовал следующий закон. Если из них кто-то умирал и у него находили личные вещи, его запрещалось хоронить как богопослушного человека. Ежели любой из братьев копил личный скарб и при жизни не открыл этого своему магистру, не исполнять по нему служений, но погрести, как отлученного от церкви. А ежели при жизни копил он личный скарб, но сокрыл от своего магистра, привязать деньги эти ему на шею и прогнать нагим по Иерусалимскому госпиталю или по другим улицам, в коих живет он. Сурово наказать палками и подвергнуть епитимии на 40 дней, а по средам и пятницам кормить лишь хлебом и водой. Это первоначальный пол жилища командующего. Щебень поверх цементного раствора делал его прочнее. Пол сделан под наклоном к этому отверстию. Это говорит о том, что помещение в то время очищалось так же, как и сейчас здесь убираются дома. На пол льется вода, щетками гонится к отверстию и утекает в него. Вода на Ближнем Востоке всегда ценилась и перерабатывалась до последней капли. Это отверстие выходило в средневековый туалет. Вот здесь он был. В эту нишу ставилась свеча, освещавшая помещение при закрытой двери. За ней находился зал приемов. Там проходили многие важные события. Он был построен до 1202 года, а значит, король Венгрии Андраш II побывал здесь. В конце 1217 года, во время пятого крестового похода по пути к родным землям, он посещал Маркап и наверняка созерцал эти стены с арками. Когда Андраш II прибыл в святую землю с войском на венецианских судах, он уже возвращался домой. Его матерью была Агнеса или Анна Дешетельон, княгиня Антиохийская. Антиохия, давшая название княжеству, некогда была красивой и богатой столицей древней Сирии. Будучи резиденцией патриарха, город играл важную роль во время крестовых походов. Отец Андраша, Белла III, прежде чем стать королем Венгрии, жил в Константинополе и был престолонаследником, пока у императора Мануила не родился сын. Под давлением папы европейских монархов Белла согласился пойти в крестовый поход, но не сдержал клятвы. Тогда папа заявил, что эта клятва перейдет по наследству, поэтому в святую землю отправился сын Беллы. Хотя Андраш, как и другие европейские правители, участвовал только в военных сражениях, он выполнил долг государя среднеевропейской державы. Он выполнил обязательства своего отца и сыграл свою роль в этом средневековом движении. Позднее он вернулся домой и стал единственным полководцем, который провел войско на родину по земле. Король Андраш Второй не только посетил Маркап, но и сделал щедрый дар рыцарям. Восстановил на каждую пасху выплачивать им по сто марок из доходов соляных лавок салача. Сто марок равнялись 23 килограммом соли. Эта сумма предназначалась для строительства и ремонта замка Маркап. Это самый величественный зал замка. Его сводчатый потолок поддерживали две колонны. Предположительно здесь проводились особо пышные приемы, когда руководители ордена приезжали в Маркап из Акры. Здесь же останавливался великий магистр и его свита. В то время такие мусульманские правители, как султан Алеппо или эмиры Хамы и Хомса и даже местные ассасины платили рыцарям за покровительство. Часовня была одним из важнейших строений в замке. Она была средоточием духовной жизни. Это одна из крупнейших часовен в замках Святой Земли. Здесь еженедельно проводились служения, но рыцари и слуги приходили сюда молиться каждый день в строго установленное время. Да будет так, чтобы тела паломников, скончавшихся после вечерни, оставались нетронутыми до утра и в госпитале, где они испустят дух, не должны они лежать на дрогах без света. За телами братьев надлежит смотреть в церкви, дабы служители пели вокруг них псалмы при зажженных свечах. Церкви крестоносцев были расписаны, но росписи почти не сохранились. Первые фрески были обнаружены в этой часовне в конце 70-х годов 20-го века. Они удивительны. Еще больше удивления вызвали фрески, найденные нашими коллегами в нефе часовни замка. Они представляют собой крупнейший цикл росписей времен крестоносцев в Святой Земле. тематика и техника исполнения совершенно уникальны. Рядом с апсидой как ни странно изображена сцена ада. В верхней части мы видим грешников повешенных на высохших деревьях. Каждый грешник повешен в соответствии с совершенным им грехом. Богохульник повешен за язык. У следующего глаза выедены змеями, что символизирует толчность. Здесь изображено колесо с треугольными лезвиями, на которые насажены люди. Далее следует весьма любопытное изображение католического епископа в окружении языков пламени и по меньшей мере четырех демонов. Судя по всему, это работа западного мастера. Она совершенно не характерна для Святой Земли. Мы начали снимать штукатурку с северной стены и обнаружили там более радостное изображение сцены израильской жизни. Апсида тоже была украшена и остатки геометрических узоров, очертания и краски говорят о том, что ее неоднократно перекрашивали. Еще одной важной частью любого замка крестоносцев и любого монастыря было просторное здание капитула. Это был колоссальный купольный зал размером 38 на 18 метров. К сожалению, этот главный зал замка был разрушен землетрясением. От его прежних стен, как видите, мало что осталось. Рыцари-госпитальеры собирались в здании капитула для обсуждения вопросов ордена или для проведения военных советов. Встречи проводились регулярно. Вполне возможно, что подобное общее собрание ордена проходило в этом главном зале Маркаба в 1204-206 годах и его скорее всего посетили также братья из Европы. К тому времени военное крыло стало преобладать в ордене. Здесь находились кухни замка. Как и в европейских монастырях и жилых домах, в Маркабе кухни находятся в центре сооружения. Кухни были поделены на две части. Продукты мылись и нарезались в одной, а готовились в другой. Самым заметным элементом второй части кухни является эта стена с дымоходом. Здесь находились две узкие стенки, которые выводили дым из печей через вентиляционное отверстие вон там наверху. Как для ордена, так и для госпиталя готовились изысканные блюда. В поисках следов, которые могли бы указать на рацион местных обитателей, мы обнаружили кости домашних животных, таких как козы, овцы и крупный рогатый скот. Обычные соколиные охоты запрещены как поэту, так и по другую стороны моря. Пища и питье должны быть достаточно хороши по мере возможности дома. Не надлежит питаться чаще двух раз в день, не следует потреблять мясо по средам или субботам, а также от семидесятницы и до Пасхи, за исключением немощных и слабых. За столом надлежит каждому подавать два мясных блюда, если есть возможность, либо же блюда из одного мяса, приготовленного двумя способами. Вес каравая должен быть две марки и выдавать нужно по одному на двух бедных людей. Перешагнув дымоход и печь в северной части помещения, мы оказываемся у странной ниши в стене. Ее предназначение для нас загадка. Мы предполагаем, что здесь была посудомоечная. Человек наверняка стоял на этой плите и мыл кастрюли, котлы и прочую утварь. Посуда мылась, вероятно, вот в этом отверстии. Для освещения использовалась световая шахта. Грязная вода стекала по этому жёлобу через всю кухню и попадала в центральный канализационный коллектор по вертикальной трубе. встроенной в стену столовой. Этот просторный зал служил столовой. Совместная трапеза была одним из установленных правил, а поскольку мест требовалось немало, столовая в Маркабе была, вероятно, двухъярусной. Рыцари трапезничали наверху, а братья более низкого сана занимали места внизу. В полу видны следы оснований колонн, которые поддерживали верхний ярус. Вот в этих бывших сосудах вероятно хранилось оливковое масло. Предположительно кувшины с вином поднимались непосредственно из погреба через это круглое отверстие. Вино запрещено не было, более того, воинам рекомендовалось запивать вином мясные и прочие блюда. Все братья, включая бейлифов и прочих должны собираться за общим столом. Ни один брат в добром здравии, будь то бейлиф или кто-либо другой, не должен трапезничать в своих покоях без соответствующего позволения на то. Пища в обители надлежит быть общей равно как и питью. Ни у бейлифа, ни у кого-либо другого не должно быть пищи лучше, чем у остальных за столом обители, ни до, ни после, если ее же не будет у всей общины. Здесь, в замке, находился дыртуар, спальное помещение. Рыцари-госпитальеры проводили ночь в этом зале со сводчатым потолком. Согласно уставам, в 12 веке рыцари ночевали в общем дыртуаре. Первоначально этот зал с арками был разделен на две части. Одна для рыцарей, а другая для братьев, представляющих более низкий ранг. Рыцарем мог стать человек благородного происхождения. Вторыми по сану были младшие соратники. Туркополы, христианские или мусульманские наемники представляли третий ранг. В войске госпитальеров им отводилась роль легкой кавалерии и разведчиков. В четырех христианских государствах Святой Земли насчитывалось около трех-четырех сотен рыцарей-госпитальеров. Маловероятно, что их единовременная численность на Востоке была больше. Примерно столько же рыцарей распоряжались имуществом ордена в Европе. Около пятидесяти-шестидесяти рыцарей несли службу в таких крепостях как морка. Войско из 60 человек может показаться ничтожным, но оно состояло из лучших бойцов того времени, посвятивших свою жизнь обороне христианских владений на территории Святой Земли. Они тренировались, ходили в патруль и были готовы к сражению день и ночь. Между госпитальерами и остальными солдатами разница была такой же, как между современным десантом и дорожной полицией. Подготовленный госпитальер значительно отличался от обычного рыцаря того времени. Отряд из 60 человек был весьма эффективной и грозной силой. Рыцари-тамплиеры установили для своих войск правило вести бой с врагом, численность которого превышала их собственную в три раза. Поэтому для рыцаря-ордена это было привычным делом. Все рыцари усиленно тренировались, но их успех зависел также и от соблюдения правил и оснащения. И они пользовались лучшим изымевшегося. Кольчуга считалась одним из основных элементов рыцарских доспехов и покрывала все тело вплоть до коленей, а иногда даже до щиколоток. Прорези нежиталии облегчали верховую езду. На тело надевалась шерстяная туника. Далее шла кожаная куртка без рукавов и, наконец, кольчуга. Эти три слоя шерстяная туника, кожаная куртка и кольчуга должны были защищать рыцаря от ранений мечом или стрелами. Частью доспехов считался и шлем. В 12 веке шлемы имели коническую форму, а в 13 они стали цилиндрическими. мусульмане тоже облачались похожим образом. Однако доспехи крестоносца были, как правило, прочнее, а его меч и копья гораздо длиннее. Гораздо эффективнее был совместный натиск, поскольку тогда плотная группа рыцарей, будь то госпитальеры или воины-миряне, становилась непобедимой перед мусульманами. Они затаптывали своих врагов в буквальном смысле этого слова. лошади также играли важную роль в походах, и у каждого рыцаря были тренированные скакуны. Как и в случае с доспехами, лошади-рыцарей были крупнее и гораздо сильнее, чем лошади-мусульман. Госпитальеры завозили коней из Европы и не любили местных скакунов. На ночь все оставлялось в центральном хранилище. ночью рыцари облачались в просторную рубаху для сна. При дертуаре имелась двухэтажная башня-уборная, которой можно было пользоваться одновременно с двух ярусов. Из дертуара и из продуваемых ветрами летних покоев этажом выше. Вот здесь были стоки. Братьям надлежит иметь три рубахи, три пары штанов, один плащ, одну шляпу, три покрывала для постели и четвертой в мешке, подризник, сутану с капюшоном и две мантии, одну на меху, а вторую без меха, а также чулки из льна и шерсти. Никогда они не должны ложиться ногами, но лишь в льняных или шерстяных рубахах. В горах к востоку от Маркаба жили ассасины. Эта секта была образована в конце 11 века. Они считались самыми свирепыми из мусульманских воинов. Начиная с 1130 года они захватывали соседние крепости и их мини-государство насчитывало целых 12 замков. Соседи мусульмане презирали ассасинов за их экстремальные доктрины и за то, что они подавляли сопротивление своих соперников суннитов, устраняя их предводителей. Убийства осуществлялись прилюдно на глазах у как можно большего количества людей. В результате они добивались чего хотели ужасающего кровавого зрелища. Ассасин исполнитель сбежать уже не успевал и его убивали на месте. Говорили, что солдат ассасинов одурманивали, поскольку никто не верил, что какой-либо воин в своем уме стал бы жертвовать собой. Однако правда заключается в том, что они были религиозными фанатиками, готовыми принести себя в жертву ради священной цели и без каких-либо дурманящих средств. Иногда возможности исполнить свой долг они ждали годами. Ассасин-шпион внедрялся в замок врага. Он мог работать поваром или попроситься на другую службу ко двору в Дамаске и медленно подниматься по социальной лестнице. Это были образованные люди, владевшие несколькими языками. И в конечном итоге им удавалось проникнуть в близкое окружение монарха, влиться в него. И так они получали возможность молиться рядом с ним в мечети, чтобы можно было пронзить его мечом на глазах у людей, если будет на то приказ. Госпитальеры не только не опасались ассасинов, но и облагали их податями. Рыцари Маркаба удерживали территорию ассасинов, и если секта исмаэлитов своевременно не выплачивала дань, снаряжались карательные экспедиции. Первоначальные успехи крестоносцев до сих пор кажутся невероятными. Современники приписывают им божественное вмешательство. Однако главной причиной успеха была разрозненность мусульман. Когда пришли первые крестоносцы, каждый бился сам за себя. объединение удалось добиться лишь к середине XII века стараниями таких влиятельных монархов, как Имад Альдин Зенги и его сын Нур Альдин, создатели Единой Сирии. Их начинание завершил султан Саладим, разгромивший крестоносцы в битве при Хаттине в 1187 году. Госпитальеры заполучили маркап в феврале 1187 года, за несколько месяцев до поражения крестоносцев. Разгром был настолько сокрушительным, что несколько тысяч человек, практически вся армия и ее сопровождение погибли или попали в плен. Среди них были и именитые враги Саладина, например, Рейнальд Дешетильон, а ведь именно он спровоцировал кампанию мусульман. По легенде, Саладин собственноручно казнил Рейнальда, правителя Зайордании и бывшего князя Антиохийского. Стоит упомянуть, что венгерский король Андраш II приходился Рейнальду внукам. Через пару месяцев после победы при Хатине Саладин уничтожил Иерусалимское королевство, пощадив только город Тих. Летом 1188 года он вторгся на Сирийское побережье. В июне, когда он подошел сюда, восстановление замка только начиналось. Тем не менее, Саладин счел Маркап неприступным для осады. Ему сложно было приблизиться к его стенам, так как горы тянутся до самого берега моря. Там, на берегу, незадолго до этого обосновался флот крестоносцев, который прибыл с Сицилии. Он постоянно обстреливал войска Саладина, что тоже не создавало должных условий для атаки. Арабские источники пишут о том, что несокрушимая армия Саладина могла передвигаться только под прикрытием ограды из железа и дерева. Через несколько лет сюда подоспел еще один известный человек. Это был знаменитый крестоносец, король Ричард Львиное Сердце. Он отправился в поход в Святую Землю и начал свое наступление на Акру именно отсюда. Попутно Ричард захватил Кипр, взял в плен его правителя и привел его с собой. Кипрский тиран Исаак скончался и был погребен на территории Маркаба. К 13 веку крестоносцы начали падать духом. Паломничество совершались реже, новые крестоносцы почти не прибывали. Госпитальеры и тамплиеры пытались компенсировать недостаток людей камнями и возвели колоссальные современные крепости. Их конструкция позволяла вести огонь одновременно с четырех, идти шести уровней. Центральный донжон Маркаба состоит из двух уровней и оснащен весьма небольшим количеством бойниц. Однако сверху к нему была пристроена обширная система навесов. Лишь его периметр был укреплен дополнительно. В середине были установлены гигантские катапульты для обстрела Нагорья напротив донжона. Там враг поместил баллисты. Если даже катапульта считалась эффективной на столь большом расстоянии, представьте, какой дальностью поражения тогда обладал лук. Отсюда, высоко над побережьем, вести обстрел из лука бесполезно, поскольку ветер мешает стрелам достичь цели. Более действенным и мощным оружием были арбалеты. Арбалет причинял больше повреждений, нежели обычный лук. Поражая человека, его снаряд с ромбовидным наконечником скручивал внутренности. Попадание в грудь стрелы обычного лука можно было пережить, а вот снаряд арбалета разрывал внутренние органы, что приводило к неизбежной смерти. Опасность заключалась еще и в том, что наконечник не был закреплен на деревянном древке стрелы, то есть само древко можно было извлечь, а вот достать наконечник было практически невозможно. Ричард львиное сердце был убит стрелой арбалета, наконечник, который засел у него в плече. Арбалетный выстрел положил конец осаде Маркаба в 1204-1205 годах. Лучник поразил предводителя армии мусульман Амира Алеппо в тот момент, когда тот руководил нападением. В ходе раскопок мы обнаружили огромное множество снарядов, которые использовались в то время. Например, ядра от катапульт, наконечники арбалетных стрел и так далее. А еще нам удалось выяснить, как эти невероятно тяжелые ядра доставлялись на крышу, ведь туда можно было попасть только по вот такой узенькой лестнице. Мы нашли весьма необычное округлое каменное сооружение во время раскопок крыш за донжоном и часовней. Лишь в результате долгих споров и сравнений с европейскими замками удалось выяснить его предназначение. Каменное кольцо оказалось основанием гигантского подъемника. Такие подъемники сооружались из дерева наподобие похожих сложных конструкций в Европе той эпохи. С их помощью на крышу доставлялись снаряды для катапульт и связки арбалетных стрел. Точно так же поднимались и требешеты, поскольку в мирное время на крышах их не хранили. Система защиты ворот была не менее сложна, чем укрепление всей крепости в целом. К началу 13 века рыцари почувствовали себя в такой безопасности, что снесли некоторые оборонительные элементы. И на их месте с восточной стороны помещения над воротами построили бани, чтобы улучшить условия проживания. в баню. В бане имелась парильня с системой подогрева подполом. А этот аккуратно выложенный плиткой коридор вел в саму баню. Здесь находилась ванна с наклонным полом. С целью вторичного использования вода из бани по трубам направлялась для смыва предполагаемых туалетов в госпитале. Больные, находящиеся в госпитале Иерусалимском, должны осматриваться четырьмя мудрыми докторами, умеющими изучать мочу, выявлять различные недуги и прописывать надлежащие снадобья. Мы предполагаем, что госпиталь находился здесь. Думается, что госпиталь в Иерусалиме послужил прототипом остальных подобных учреждений. Лечение было бесплатным, независимо от положения и вероисповедания. Поэтому мусульмане и иудеи допускались сюда наряду с католиками и восточными христианами. Работали здесь подготовленные доктора любой национальности, лучшие представители своей профессии, и в госпитале им выплачивалось жалований. Особые блюда из свежих продуктов готовились для больных в специально построенных для этой цели кухнях. В разнообразный рацион входило мясо, мед, сахар и фрукты. хранилища и припасы были переполнены и отвечали самым высоким требованиям. Именно в госпитале многие люди впервые в жизни получили возможность спать в чистой постели. Три дня в неделю больные питаются свежим мясом, свининой или бараниной, а те, кто не может, кормятся курицей. Кровати больных должны быть длинными и широкими, дабы обеспечить удобство отдыха. Каждая кровать застилается отдельным покрывалом и обеспечивается бельем. Необходимо предоставлять колыбели для младенцев, рожденных женщинами-паломниками в обители, дабы лежали они отдельно и дети не пострадали в кровати от метаний матери. Выздоровевших пациентов непременно снабжали новой одеждой и обувью. Это также указывает на то, что при госпиталях имелись обширные хранилища. Госпитальеры регулярно раздавали продукты и одежду бедным и нуждающимся. И для этого также требовались немалые помещения, ведь где-то все это надо было хранить. Уставы подробно описывали, как необходимо ухаживать за пациентами. Каждому из больных надлежит выдать плащ из овчины и сапоги для посещения отхожих мест. Что касается братьев, находящихся в больнице, играющих в шахматы, читающих романы и питающихся запрещенными продуктами, то им с того момента не надлежит выдавать вещи из больницы, но другим наказанием они подвергаться не должны. Такова воля наша, и мы запрещаем играть в кости, в рождественский сочельник, либо в любой другой день. Еще одной уникальной особенностью замка Маркап является то, что двойная стена, окружающая вершину холма площадью в 6 гектаров, защищала гражданское поселение на 5 гектаров и замок госпитальеров, занимавший 1 гектар. Это был полноценный средневековый город с типичными строениями. Здесь жили христиане-католики и в их числе купцы из Генуи. В документе 13 века говорится, что у армян имелась собственная церковь на окраине города. Другие источники упоминают еще и сирийскую церковь. Для собрания местных православных верующих, вероятно, даже христиан, маронитов или якобитов, которые по-прежнему проживают в этих краях. Летом 1188 года в этом городе поселился высокопоставленный человек. Когда армия Саладина прошла вдоль побережья и дотла сожгла валению, епископ Антерий, который помог ордену заполучить маркап, перебрался в крепость. Между епископом и госпитальерами тут же разгорелись споры относительно право собирать десятину в епархии после разрушительных походов с Аладдина. Спор в итоге направили на рассмотрение в Рим, и он определенно должен был решиться в пользу ордена. Дело в том, что госпитальеры представляли собой международную организацию с большим влиянием в Риме. Где же находился дворец епископа Валений? Скорее всего, как можно дальше от форта на северной стороне холма. Таким образом, две часто враждующие силы находились на достаточно солидном расстоянии друг от друга, чтобы конфликты не разгорались. Судя по руинам, это было самое крупное строение в городе с бойницами, вентиляционной шахтой, резными камнями, аккуратным входом и лестницами. Мы до сих пор находим следы новых дверей и окон. Дворец находился здесь. У него было несколько флигелей и двор. Маркап считался важнейшим замком госпитальеров в Святой Земле. Цитадели и предместья образовывали административный центр колоссальных владений, в которые входили южная часть княжества Антиохийского и северный район графства Триполи. Припасы предоставляли несколько сот деревень. В 1212 году один паломник писал, что круглые сутки въезжали в форт повозки груженные провизией и боеприпасами. Тот же паломник отметил, что на случай осады в Маркапе имелось припасов на пять лет вперед. Деревни в этом районе вероятно были населены христианами. Ислам медленно распространялся по Святой Земле. Близость священных мест усиливала веру людей. И в наши дни 18-20 процентов населения Сирии исповедуют христианство. Некоторые строения в городском поселении использовались вплоть до 1959 года. Другие сооружения со временем исчезли, однако замок по-прежнему возвышается словно символ торжества человеческой и божественной воли. Никому не удалось его захватить. Лишившись возможности защитить огонек христианства в часовне Маркаба, госпитальеры в 1285 году передали ее мамлюкам, мусульманским солдатам, произошедшим от невольников в обмен на право беспрепятственно удалиться. Мамлюки разгромили господство христиан-католиков в Сирии. Крестоносцы были оттеснены на Кипр и дальше, на континент. После османского завоевания в 16 веке наступило долгое затишье. После Первой мировой войны эти земли оказались во власти французов. Теперь в Маркабе снова работает европейская миссия, состоящая из археологов, архитекторов, реставраторов, геологов, экспертов, добровольцев и студентов. Они приехали сюда из Венгрии, внутренним голосом призванные спасти замок от разрушения, сохранить память о нем и показать общее наследие христианских и мусульманских предков. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media, перевод Вячеслава Козлова, текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова